В этой общительной следующей стрелочке, на самом деле, не так долго осталось. Например, возьмем вот эту О, Ф, О и О, О, Ф. О, Ф, О, 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 Ф. Господа, вот это уже задача. На эту тему уже надо думать, потому что наивно не очень понятно, чем отличаются, господа, одно от другое. Давайте я сначала расскажу вам не метод конвейера. Это такой наивный метод простого шкурника. Состояние следующее. Надо просто понять, что бывает ситуация О, 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 Ф, Ф, О, и бывает ситуация Р, Ф. С вероятностью одна чертежь. Вы, начав игру, попадаете в одну из этих четырех ситуаций. Согласны? С вероятностью одна чертежь. А вот дальше интересно, что. Вы можете, сделав этого, будем называть, скажем, я, а этого, будем называть вы. Вы можете, если в ситуации О, О, с вероятностью одна вторая, перейти в ситуацию, где вы победили. То происходит с вероятностью одна вторая. Но с вероятностью одна вторая вы припишете к этому слову не букву Р, а букву О. И в таком случае, с вероятностью одна вторая вы перейдете в ту самую ситуацию, которую вы начали. Приписав О, она сама вас волнует только последние две буквы. Хорошо. Ситуация О, Р. Здесь, с вероятностью одна вторая, вы получаете, что я выбрал. И с вероятностью одна вторая приписываете букву Р. А тогда переход вот сюда. Р, О. Если вы приписываете букву О, то попадаете сюда. Если вы приписываете букву Р, то попадаете сюда. Пожалуйста, меня проверяете. И теперь из буквы Р, Р. Приписываете одну букву Р, попадаете сюда. Так, все стрелы, теперь проект 1-2 разумеется. Приписываете букву О, попадаете в ситуацию Р. У нас случился граф. На самом деле, не так важно, как это. А из ОР, ВРО? Что? Из ОР, ВРО. Из ОР, ВРО такого нет, потому что это мой выигрыш. Понимаете? Я, если получил О, ВРО, если прописал О, то я выигрую все. И наоборот, здесь есть ситуация, когда вы выиграете. Так вот, надо сейчас разобраться, что делать с таким графом. Ситуация, на самом деле, крайне простая. Давайте. Вероятность моего выигрыша. Если я начинаю с этой ситуации, поймем, чего равна? Соро. Чего равна? Соро. Нет, наоборот. А вероятность моего выигрыша здесь одна ноль. Посмотрите внимательно. Потому что я могу, конечно, накручивать эти деньги. Но рано или поздно вы выиграете. Значит, вероятность моего выигрыша это ноль. Вот я здесь пишу это число. Вероятность того, что я выиграю, это просто-напросто. Дальше хуже. Потому что здесь какая-то сложная структура, где я не очень понимаю. Слушайте, а давайте я просто веду лидер. Пусть вероятность того, что я выиграю в этой ситуации х, вероятность моего выигрыша здесь у, вероятность моего выигрыша здесь, это z. В таком случае, посмотрите, какая история. Я, вероятность, одна вторая выиграю, поэтому х это одна вторая, плюс, с вероятностью, на вторая я иду сюда, плюс z попала. Хорошо. Дальше здесь y. С вероятностью, на вторая я иду сюда, я уже про y, интересно. А с вероятностью, на вторая я иду сюда. И теперь здесь Z. Я могу возвращаться, конечно, это неинтересно, все, я рада или просто прекращу возвращаться, и тогда я пройду сюда. Поэтому Z это, на самом деле, то же самое шире. Ну, или можно только написать так, Z это Z пополам плюс Y пополам. Хорошо, вот эту систему нужно решить. Совсем несложно, потому что вот из этого уравнения X равняется 2Y. Я это поможем, конечно же. Вот, получится здесь 4Y это 1 плюс Y. То есть Y это 1 3. Y это 1 3, а X это 2. Хорошо? И сумма больше не делится. А? Да пожалуйста. А дело в том, что, на самом деле, это же была абсолютная вероятность. Это была вероятность моего выигрыша при условии, что я попал в эту ситуацию. Что такое X? Если мы попали в ситуацию OR, с какой вероятностью я выиграл? Что такое Y? Нет. Пожалуйста. Они могли быть хоть единицами. Это совершенно не страшно. Так вот. А чем равная вероятность моего выигрыша во всеми? А, чем равная вероятность моего выигрыша во всеми? Ну, то есть, что я на самом деле должен посчитать такое выражение. 1,4 умножить на 0, плюс 1,4 умножить на 0, плюс 1,4 умножить на 0, и 1,4 умножить на 0, ну это несложно посчитать, по-моему это 1,3, правильно? 1,4 умножить на 0, значит вероятность выигрыша за ОРО равна 1,3, а вероятность выигрыша за ОР равна, соответственно, 2,3. Эта стрелочка в два раза. Сразу, если я заменю все О на ВВР, если это ВВР на ВВР, я отмечаю вот эту картину. То есть здесь я тоже пишу. Вы видите, что на самом деле осталось посчитать это совсем не так много. Есть два варианта действия. Один вариант состоит в том, что я могу вот так же вам нарисовать ровно такую же схему, мы ее просчитаем, получим это самое число. Другой вариант состоит в том, что я могу сразу объяснить вам, как это считается по конвейеру. Моё предложение такое. Вы сейчас выберите стрелочку, и после этого я ее расскажу тремя способами. По конвейеру и без всякого конвея просто вот такой же схемы.